так ну что трехдневное заточение закончилось я решила выйти в люди чувствую себя прекрасно наполнены мне вообще прям офигенно нет мне офигительно работали разрешительные механизмы и я разрешила себе отдыхать и пролежала все дни в кровати и сегодня мне было так приятно нарядиться выйти пойти по своим делишкам я прям вижу что я прям знаете стала посвежее прям симпатичной поэтому очень-очень приятный опыт всем рекомендую а сейчас иду в армес я столкнулась с ужасным обслуживанием в армесе в общем не сказали что я не могу записаться в очередь потому что там уже есть семь человек мне надо еще чуть походить и потом попробовать еще раз записаться в очередь и что за бред я пришла за своей отложенной парой обуви вот такие вот неприятные ощущения всем привет давно ничего не записывала и поняла что начала просто терять скилл записывать свои мысли на видеокамеру за эту неделю вторую я отдыхала после открытия банка во первых мы выпустили наших выпускников точки роста у нас выпускной рассчитан только на тариф команде директора лаборатории это тариф со мной и денисом как кураторами и на выпускной с двух потоков с этого тарифа около 100 человек у нас были лекции у однадьи башковой нашего директора по маркетингу делихи самого это один из кофаундров бренда дивная она раньше она работала тут менеджером толстой из у нас было время для нетворкинга и выступать диджей валаш у нас для вайка конечно даже по видеоотчету с нее и сделаем несколько выводов что нужно было улучшить например я не доглядела что у нас было мы снимали лов там видим нету своей посуды посуда была одноразовая есть честно я надеюсь что у этого мероприятия была другая цель польза которую она принесла нивелировала одноразовую посуду мы открыли продажи третьего потока точки роста которые стартуют в сентябре это будет это будет хороший . рост хата самом деле я ищу даже его главную килинг фичу никому не рассказывал чем будет отличаться от первого и второго но если честно я не буду об этом рассказывает до того как цена не станет максимально ну то что мы делаем это круто объективно ну что переходим к понедельнику сегодня понедельник как раз реально странный понедельник я прям чувствую что этот день странно не знаю как к нему относиться вы помните мы не так давно приехали в англию да как бы вот хотелось уже что все вот это был максимум новизны переезд наш ландлорд который сдает нам эту квартиру нам сегодня написали что он хочет эту квартиру продавать и 8 декабря у нас будет последний день аренды этой квартиры ну собственно она у нас снята на год так подозревали но теперь это официально нам надо будет зимой отсюда уехать тут сразу начинают вставать несколько дорогих вопросов во первых куда нам переезжать потому что наверное мы в этом доме уже пожили в двух квартирах он классный но если честно немножко напоминает такую коробочку как будто здесь классно быть студентом где-то вот жить по соседству от универа но для семейной жизни тяжеловат а и поэтому у нас вопрос во первых в какой район мы переезжаем во вторых арендуем и или берем ипотеку и если честно как я вначале сказала мне бы хотелось чтобы этот июль был без серьезных вопросов как будто если мы хотим до 8 декабря переехать если это своя собственная квартира то надо уже начинать серьезно об этом задумываться куда же мы все-таки тогда переезжаем и начать искать квартиру на покупку если это аренда то тут чуть проще мне бы хотелось квартиру побольше сейчас мы живем в квартире тут метров 80 а мне бы хотелось для комфортной жизни с ребенком где-то 120 150 надо хорошо подумать стоит ли нам такую большую сумму тратить на аренду или можно сразу взять квартиру и начать выплачивать ипотеку хотя тут сейчас поднялась ставка ипотека стала дороже есть еще один нюанс потому что район для жизни родители выбирают исходя из того в какую школу твой ребенок пойдет скорее всего в англии особенно мы не знаем в какую школу пойдет ли а здесь родители знают через неделю после рождения ребенка потому что все записывают своих детей заранее мы связались с человеком с девушкой которая как-то способствует тому чтобы ребенка приняли сначала в детский сад потом младшую школу и она уже нам сказала что наш кейс будет стоить где-то 6 половиной тысяч фунтов где не знаю то ли лыжи не едут или я я помню раньше что можно было путешествовать за определенные деньги недорого я ездила в барселону скидывала подруги на квартиру и 25000 25000 стоили билеты еще мы с собой было тысяч 25 а сейчас я тоже не могу себе представить могу выйти из дома и не потратив 500 фунтов блин ну то есть как будто жизнь сильно дороже чем было раньше в общем все дорого новый уровень видеоконтента айлафилм и даже открыточку смотрите в оригинальный упаковку это просто вынтаж сохранился из манчестера просто жухтенький ну кожа настоящая кожа бархат пархат внутри лук пленочная видеокамера которую даже сбежали от ребенка идем снимать бешеный футаж 8 миллиметров надо все понюхать и все-все-все обоснуть на передних лапах кстати хочу показать что мне сделали совершенно шикарный маникюр в новом салоне в лондоне сейчас его отмечу потому что такой шикарный маникюр надо знать где делать собираешься снимать я до собираюсь нашу золотую пленку тратить с ним внутри спали минуты 40 фунтов а проявка еще не понятно но я знаю что две недели три года с отправкой отправляющие недели получает это вообще жить три недели короче хочется дать апдейт по вилави и так сказать снять розовые очки из глаз всех тех кто думает что вот мы приехали в лондон и сразу поперли продажи и вот мы сразу стартанули гребем стартанули с того же уровня что и стартанули в москве пусть это будет влог не про успешный успех а про true life а в лондоне например у нас в день 0-3 заказа в день сегодня три кстати да а вчера было 0 по моему просто чтобы вы не думали что мы тут сразу звезды с неба хватаем и так далее хочется быть с вами абсолютно откровенными то лондон как и москва не сразу строился и наш бизнес здесь не сразу станет успешным точно так же как и вилла века в свое время не сразу стала успешной вот так вот в лондоне мы в прошлом месяце работая две недели закрыли с цифрой восемь с половиной тысяч фунтов за месяц сейчас курс 115 977 тысяч 500 рублей получается и конечно же ты из-за того что в первый день продаж мы получили 40 заказов то есть скорее всего в июле у нас будет если вдруг таргет волшебным образом не начнет бешено зарабатывать бешено грести бабки то скорее всего мы сделаем там максимум либо столько же либо меньше мы начали активно очень активно писать инфлюенсором наш таргет это сделать 100 интеграции в июле и конечно когда ты делаешь такое большое количество интеграции но успех гарантирован ну то есть в любом случае конечно мы ищем именно бартерных потому что денег да денег на интернете денег нет но мы там держимся поэтому мы только бартер для себя рассматриваем но сегодня я пообщалась со вселенной уже пришло входящее предложение на почту от актрисы пипа бернат который известна по последнему фильму нетфликса хвоя я не смотрю говорят популярный блин я просто не хочу соврать как ее зовут ладно я прикреплю ссылку от ее агента с запросом на украшение типа пипа в восторге отца цик поэтому давайте мы посотрудничаем вот еще из интересного что хочется рассказать автор меня пригласили на ивент не умею я беру туда как раз собой нашу крестиночку уже известную вам это я планирую уже более предметно промотировать среди посетители этого ивента свое детище рассказывать о нем и подписывать людей с кем мне удастся создать small talk на наш аккаунт вот когда я ходила на ивент правда у нас еще не было ни инстаграма и бизнес мы еще не начали вот поэтому я надеюсь что завтрашний день тоже пойдет нам на пользу обычно на такие мероприятия всегда входят там редактора журналов и это в любом случае сто процентов будет полезно еще завтра мы встречаемся head of retail global retail моники венадо то есть вот и мы продолжаем нашу серию консультаций будем обсуждать с ней какие-то подводные камни про открытие ритейла магазинов в лондоне потому что все-таки у нас планы есть и мы уже начали задумываться о том чтобы открыть здесь магазин возможно что там не в этом году но в начале следующего поэтому планы грандиозные удовольствие да вообще так круто электрон и 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 Блин, оно так настолько unique, если честно, ни на кого вообще не приходит. Это Рикса Брайдл, я в восторге, честно. Примерочная такая, я так понимаю. Ну тут нет зеркала, я думаю, плохая примерочная. Мир примерочных, там много разных примерочных. Я тоже в восторге. Я хабуха. Кристина убедила меня, что это хорошая идея, но возможно я здесь останусь и буду кататься из депо в депо. Я тебе хочу сказать, что мой ребенок тоже уже неплохо разбирается. В метро, а не все равно. Не знаю, он постоянно катается с няней. Мне лучше сказать, где выйти, потому что мой навык поезда к метрополитене закончился давно. Но я в состоянии запомнить название голубой ветки. Что-то мне подсказывает, что это не так очень сложно. Смотри, как прикольно, да, проектор. Ну все, Кристина бросила меня в метро в дно, сказала, выходи на Уоррен-стрит, не пропадешь, я выхожу. Ну что, у нас была совершенно потрясающая встреча с Head of Retail Моники Винадер. Это большой такой бренд украшений здесь. Она прям супер милая была и очень много информации нам была. И в том числе, знаете, выступила немножко motivational speaker, потому что мы так вдохновились, если честно. Ею она много комплиментов сделала нашему бренду. В принципе, она подтвердила наши домыслы. Она сказала, пока не лезьте в стрит-ритейл, лучше рассмотрите там системы консигнации в торговых центрах. Это более сейв. Плюс, если хотите потратить деньги, лучше потратьте их на какой-нибудь поп-ап. И пока, с точки зрения ритейла, лучше нарастите мясо. Интересная очень была встреча и все больше убеждаюсь в том, что такие встречи это самое полезное для бренда, что только может быть. И лучше инициировать именно их, собирать как можно больше даты с людей, которые в теме, которые занимаются тем же, в той же сфере, чем, знаете, своей собственной колокольней лезть и думать, что то, как ты привык, это так здесь и работает. Нет, надо общаться с локалами, надо спрашивать много общаться именно с локалами и познавать от них, как здесь устроена индустрия. Например, она сказала, что она супер не рекомендует работать с инфлюенсерами, именно big-инфлюенсерами, платить им деньги, потому что с точки зрения revenue, как бы в структуре доходов, ты потом возврат инвестиций от этих вложений абсолютно не видишь. Советуют работать именно с микро-инфлюенсерами и на них делать ставку. В общем, максимально интересная встреча. Очень рада, что получилось ей дать нам эту консультацию. Биг Бен, да! Биг Бен, да! Красивое колесо! Такой красивый кадр. Сказали сложить колясо. У нас там просто золотистая. Кровяная золотистая. Восени, пап! Смотри, мне страшно будет. Смотри, мне страшно будет. Лёвочка, помаши мне. Лёвочка, помаши мне. Лёвочка, помаши мне. Сказали уже. Можно, наверное, может рекорд ставить. Как-нибудь рекорд в Гиннес отправить там. Лёв! Что там? Дайте Ваш комментарий. Спасибо большое! Спасибо! Вот такая вот красота. Я тут сижу в Лёвкиной коляске. Сейчас буду смотреть, как мои катаются. Порыть и ехать без понтова. Без понтова. Укачала? Укачала. Сейчас ещё укачается. Мне кажется, это пострашнее любого такого конца. Господи, слава богу, это не я катаюсь на этой карусели. Я обоблевала дальше, чем вижу наверху. Друзья, это Сент-Полск Сидрал. Та, про которую мы говорили на наших английских лессонсах. Помню, как Коля учила. Косы. Сидра. Сидра. Ставили, помню, минус полбалла за произношение. Или минус балл даже если. Косы. Ну наконец-то, наконец-то я похожа на нормальную розу Гольденберг, а не на вот это вот всё. My appearance совпадает с моим внутренним миром. Моим внутренним миром. И я выгляжу так, как должна выглядеть. Так, как понравится моя бабушка. Иду на встречу с моими Кристиночками. У меня теперь две Кристиночки. И мы будем думать, как сделать из двух, одной, нуля, трёх продаж в день Хотя бы 10 стабильных. Будем делать это прямо на ваших глазах. Ну что, мы составили с девочками таблицу из 500 блогеров и деятелей фэшн индустрии. У нас есть 20 дней, чтобы всем им написать. И, в общем, наш таргет в июле делать 100 бартерных отправок Вилави по UK. Посмотрим, что из этого у нас получится. И какая конверсия будет хотя бы в ответ. Ну, я думала, что если будет конверсия в ответ, то будет уже и конверсия в самоотправку. Поэтому буду держать вас в курсе.